Четверо подростков задержаны полицией на рынках Алматы. Воспользовавшись дистанционным обучением, они приехали в мегаполис на заработки. Сейчас дети находятся в центре адаптации для несовершеннолетних. Моя коллега Фариза Булатбек узнала подробности обстоятельства. Она сейчас на прямой связи из Алматинского бюро. Фариза, добрый вечер. Что говорят родители и какая мера наказания предусмотрена для них? Добрый вечер, Галина. С родителями поговорить нам не удалось, как и с самими ребятами. Кстати, они были задержаны накануне на Алматинской барахолке, куда и приехали на заработки. Трое из них из Жамбылской области и один из соседнего Кыргызстана. Подростки утверждали, что учебу они не пропускали. При проверке, если установим, что на самом деле несовершеннолетние уклонялись от получения образования, по местам жительства несовершеннолетних будут направлены спецсообщения для проверки по месту жительства семей бытовых условий несовершеннолетних, причины, побудившие их приезда в город для заработка с принятием мер к родителям. Думаю, не из лучшей жизни эти ребята приехали в Алматы. Что касается мер наказания для родителей, то в первый раз их просто предупредят. Если такое повторится, то их ждет уже штраф в размере 7 МРП или около 20 тысяч тенге. Отмечу, согласно Трудовому кодексу Казахстана, дети могут работать на оплачиваемой работе только по достижении 14 лет. При этом оговаривается, что работа должна выполняться в свободное от учебы время и не превышать 24 часов в неделю. Галина. Спасибо, Фариза. А мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин